Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Сегодня у нас предновогодний выпуск. Хотелось бы прежде всего пожелать вам Новым Году счастья, здоровья вам, вашим близкими, чтобы все цели были реализованы в следующем году. Давайте посмотрим, что нам подготовил рынок на этой неделе. Обязательно досмотрите видео до конца. Посмотрим, есть ли какие-то экономические события, на которых можно заработать на этой неделе. Ну и давайте посмотрим сигналы, которые готовит нам рынок на этой неделе. По евро-доллару видим такую консолидацию. В районе цены 1.13.44 у нас сопротивление и цена вполне возможно будет отбиваться. Поэтому ждем, выставляем ордера на продажу. В районе цены 1.12.40 уровень поддержки хороший. Ждем цену там, там будем покупать. Что касается фунт-доллар, цена преодолела уровень сопротивления, сейчас находится в консолидации. И возвращаясь, будет нас ожидать уровень зеркальной поддержки в районе цены 1.33.61. Там будем ставить ордера на покупку. По доллару-франку также находится цена широкой консолидации. В районе сопротивления 0.92.50 будем ставить ордера на продажу. А от уровня поддержки в районе цены 0.91.66 будем ставить ордера на покупку. По австралийскому доллару у нас наблюдается только уровень поддержки. В районе цены 0.71.27. Можно будет ставить ордера на покупку. Ну и наконец по евро-австралийскому доллару. Сейчас мы пробили уровень поддержки. Цена остановилась. Но если пойдем вверх, то у нас ждет хороший зеркальный уровень в районе цены 0.56.97. Там будем ставить ордера на продажу. Вот такие вот вполне себе хорошие сделать. Давайте посмотрим экономический календарь. По календарю продолжаются праздники. Единственное, у нас запас второй нефти будет новость в среду. И в четверг заявки на получение пособий по безработке. Но фактически, точнее прогнозируемые значения предыдущие фактически одинаковые. Поэтому, наверное, новость будет не очень волатильная. Ну, это очень хорошо. Значит, новости не будут влиять на наш технический анализ. И можно спокойно работать. Еще раз поздравляю всем с Новым годом. Желаю успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Продолжение следует...